Россия приняла решение более массово применять авиацию в Украине. Новости об этом в последние дни тревожат общество. Поговорим в том числе об этом с нашим следующим гостем Валерием Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации в нашем эфире. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Даже утро еще, можно сказать. Утро, да. Но начать я бы хотел вот с чего. Во вторник, 14 февраля, истребители военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки перехватили группу российских самолетов над Аляской. Речь шла о Ту-95, Су-30 и Су-35. Можете объяснить, что эти российские военные самолеты делали фактически в воздушном пространстве Соединенных Штатов Америки? Это один из оперативных районов, из которых российская авиация планирует наносить удар крылатыми ракетами с ядерными боеголовками по территории США и Канады. Поэтому это зона ответственности Северного командования противовоздушной обороны США, и именно ее самолеты с базы Анкоридж перехватили российские бомбардировщики, которые сопровождались, соответственно, российскими истребителями. Но американцы перехватили их F-22 самолетами пятого поколения, а российские сопровождающие машины были четвертого поколения. И, в общем-то, можно четко сказать, что в случае малейшей угрозы они были еще сбиты примерно над российским побережьем. Тут важно уточнение. Планировали атаковать ядерным оружием или планировали пошантажировать неудачно ядерным оружием? Нет. Это оперативный район, из которого предполагается в случае конфликта запускать крылатые ракеты, вот те самые Х-101, которые они запускают по Украине, но с ядерными боеголовками. Это Х-102 такая ракета называется. А в данном случае это рутинные полеты, которые, в общем-то, россияне с провокационной целью совершают достаточно регулярно. И, в общем-то, не сильно. Я не думаю, что американцы даже будут какие-то особые ноты выдвигать. Ну, полетали, но все понимают, что они будут моментально сбиты. Ту-95-е это вообще сарай по нынешним понятиям. Тем более ракеты он несет на внешней подвеске. Это примерно напоминает Ан-2 самолет, если спереди смотреть. То, в принципе, это такая дешевая демонстрация. Знаете, то, что в простонародье называется понты. Валерий, интересную тему вы подняли о преимуществе самолетов американских над российскими. Насколько оно велико? Насколько самолеты пятого поколения превосходят самолеты четвертого поколения? Вот эта разница, она, ну, разительная? Ну, естественно. Значит, во-первых, понимаете, что сейчас? Сейчас, насколько самолет маневренный, никого не интересует. Как он там будет крутиться на расстоянии 70-80 километров, это его личные проблемы, так сказать. Ну, потом мы поговорим о русской авиации. Я примерно расскажу, как ее характеризует собственное командование. А американские самолеты F-22 и F-35, которые сейчас массово поступают на вооружение, F-22 уже и оба состоят на вооружении США и НАТО, значит, они созданы по технологии стелс. То есть российские самолеты способны их видеть там на минимальных расстояниях. Американские, наоборот, они имеют радары с фазированными антенными решетками, очень мощные. И ракеты, которые примерно на 10-15%, более дальнобойные, чем российские. Что получается в случае столкновения самолетом четвертого поколения с пятым поколением? Четвертое поколение будет уничтоженным, еще не доходя и не обнаруживая самолеты пятого поколения. Вот если коротко, как-то так. Валерий, российская армия, похоже, очень полюбила тактику забрасывания врага пушечным мясом и решила ее применить уже и на своей авиации. Важные истории со ссылкой на высокопоставленный источник Министерства обороны России пишут о том, что российская армия приняла решение массово применять на войне в Украине авиацию, которую до этого берегла. При этом они прекрасно осознают, что большая часть их техники будет уничтожена, но все-таки идут на этот шаг для чего? Ну, во-первых, они еще не идут. Британская разведка не подтверждает факта массирования российской авиации. А это может быть элементом ипсод, понимаете, очередным запугиванием. Но нет у россиян ресурса сейчас массово применить авиацию. И вот на их, ну, я специально вчера почитал, ну, не специально, я там регулярно это делаю, почитал их паблики, вот. Они говорят, что российское командование российских воздушно-космических сил панически боится потерять материальную часть. Что произойдет, если они это реализуют так же, как пригожинцы, значит, там, и сухопутные войска проводят местные атаки? Ну, будет так, это та же самая алюминиевая атака, значит, авиационная атака, когда обломками самолетов будут усеяны наши поля. Потому что западные эксперты вполне квалифицированно говорят, что, значит, современные зенитно-ракетные комплексы, которые мы сейчас вот массово получаем, да, вот сейчас прошлый Рамштайн, девятый, можно назвать не только танком, ну, первая позиция, танковый Рамштайн, второй, зенитно-ракетная. Мы получили, значит, нам собираются предоставить столько же, больше даже, зенитно-ракетных комплексов, чем мы получили за весь прошлый год. А еще расскажу нападные эксперты, почему они хотят давать нам истребители, это одна из причин. Они говорят, что зенитно-ракетные комплексы, вот в их нынешними возможностями, они способны уничтожить авиацию и блокировать ее действия. А россияне, они так и не смогли подготовить свои авиационные части для прорыва и подавления украинской противовоздушной обороны. Поэтому сейчас они действуют только собственной территории. И, кстати, вот эту тактику, значит, военные эксперты называют итальянской забастовкой командование российской авиации. Валерий, спасибо вам большое. Напоследок, очень коротко, вы анонсировали, скажите, как же все-таки российское командование называет собственную авиацию, и мы будем прощаться на этом. 30 секунд. Акробатической командой для развлечения высшего руководства страны и командования вооруженных сил. Советский цирк умеет делать тра-та-та. Спасибо огромное. Валерий Романенко, авиационный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Акробатическую команду.